Капля росы, которая переливается на солнце. Так переводится с белорусского её фамилия. Ирина Бразговка. Поэтическая фамилия, яркая, запоминающаяся внешность. У рыжих всегда необычная судьба. Или костёр, или обожествление третьего не дано. Ирина дебютировала в кино в 10 лет. А к 18 у неё уже было три главные роли. Но по проторённой дороге не пошла. Крото свернула в музыкальный жанр, стала певицей в ансамбле Дмитрия Покровского, в тяжёлые 90-е поменяла массу профессий. От уборщицы до ювелира и менеджера фармацевтической компании. Выстояла, смогла вырастить двух девочек, старшая из которых дочка прославленного режиссёра Андрея Кончаловского. С приходом сериального века вновь начала сниматься из последних громких премьер «Теория вероятности» и «Угрюм река». Сегодня у меня в гостях актриса Ирина Бразговка. Я вам аплодирую. Здрасте. Очень рада вас видеть. Вы тоже можете спасибо себе поаплодировать. И мне тоже. Спасибо вам большое, что вы сегодня моя героиня. Я вас поздравляю с премьерой. Вышел сериал «Угрюм река». Я не знаю, кому как, а мне он очень нравится. Я хочу, чтобы мы посмотрели сейчас прямо с места в карьер о фрагмент из него. Что, от твоего? От него, мама. Не, ну уж очень ты с ним строга. Я же тоже бывала. Разобитит меня, слово резкое скажет. А то и... Ой, ты всего не знаешь, мамочка. Ну-ка, я почитаю, что пишет. Про синельгу какую-то пишет. По-моему, сама знаешь, она все устраивает. Только от рук нынче отбилась. Шаманка проклятая. В убыток большой меня вела. Нин, что же это такое-то? Он как бы умом там у тебя не тронулся от одиночества. Он с Анакиньим Филатовичем вместе поехали бы. И точно. Нина Яковлевна, дела уж все переделаны. А там уж заждались нас. Домой, к папу не хочу. Замолчи. Бабушка, скажи, чтобы мамочка на меня не шумела. Некодная девочка. Хорошо. Поезжайте без меня. Хорошо. Не смотрели, не видели? Нет. А вы вообще не смотрите работы свои, когда они выходят? Нет. Почему? Вы знаете, у меня нет телевизора. Но это, наверное, не самая главная причина. Честно вам скажу, не очень люблю смотреть свои работы. Мне кажется, что все нужно было переделать. Все нужно было играть не так. Но это свойство моего характера. Очень мне мешает трезво оценивать себя. Ну, скорпион, я понимаю, который все время себя... Ест. Ест. А критика вам мешает, Ирина? Потому что вот фильм вышел, и критики много было. Нет, не мешает. Я, правда, честно говоря, ничего не читала, но по отзывам я слышала, что, так сказать, ну, как-то вот так, не очень. Мне не мешает. Это сделано было. Мне было очень интересно сниматься. Ну, это как бы часть моей жизни. Я не могу отделить от себя кусочек тела, да, и как-то критически к нему относиться. Я люблю все свои работы, даже самые ругаемые критиками. Я знаю, что вообще профессия нашла вас сама. То есть не вы ее выбирали, она вас выбрала. Потому что вы маленькой девчонкой совсем в кино снялись. Правильно я понимаю? Да, да, да. Вот я хочу, чтобы мы посмотрели фрагмент, и я у вас спрошу, как это так получилось. А мама нас красивая? Лучше всех. Ты ходи. Шах. Пустяки, шах это еще не мат. Шах. Куда, куда, куда. И мат. Нет, ну, паспорт, так нельзя, это не по правилам. О, тебе надо, чтобы все было по правилам. Ишь ты, у меня умница какая. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Десять лет вам здесь? Да, десять лет. Это было ужасно страшно, когда я ехала куда-то, меня повезли на киностудию «Беларусьфильм». Пришли, позвонили в квартиру, сказали, можно. Ну, там, наверное, папа уже был в курсе дела, мама. Я ничего не понимала, ничего не знала, мне никто ничего не говорил. Сказали, что вот это дяденька режиссер, он хочет, чтобы ты снимался в кино. Я даже не помню, были ли пробы. Были фотопробы, это точно совершенно. Потому что у меня осталась фотография, фотопроб, такая большая фотография, я вот с этими косичками. У меня были нарисованы веснушки, потому что у меня-то были свои веснушки, но пришлось для фотопробы их ещё, так сказать, как бы... Подрисовать. Подрисовать, да, потому что, ну, их, может быть, было маловато. Вот. Я помню, как у меня тряслись коленки от страха. Это было чудесное совершенно время, потому что я сразу как-то почувствовала себя такой актрисой, такой маленькой, там, ночные съёмки на авиазаводе, актёры какие-то, потом жёны, жёны, мы очень подружились, да, прямо, так сказать, он меня чуть ли там не удочерил. А родители кто? Мама преподаватель русского языка, проработала всю жизнь в БПИ, в Белорусском политехническом институте, в Минске. А папа работал всю жизнь в правительстве, ну, занимал такую правительственную должность, он был замминистра коммунального хозяйства. А вы вообще ребёнок такой были тихий или заводной? Я не могу сказать, что я была заводной, я была очень, так сказать, всегда такого созерцательного какого-то состояния души, всё время что-то я искала такое. В себе, да? В себе искала. Это было, вы знаете, вот очень мучительное состояние такое, потому что я не знала, чего ищу, а всё время был в состоянии поиска какой-то, если сейчас скажу истины, то вы, может быть, улыбнётесь. Я искала истину. Вот так вот вам скажу. А истину, как её ищут? В чём? Вот я ребёнок, я маленькая. Я поняла, что это истина, это маленькая такая золотая песчинка, прямо маленькая-маленькая песчинка. Я должна её найти. Как, где, я не знала. И до сих пор не знаю. А зачем она вам понадобилась? Вы тогда маленькой не знали? Это было состояние такое. Я должна была найти. И я ещё больше вам скажу, что я себя всегда чувствовала старой. Вот такое ощущение, как я родилась очень старой, а потом как-то я всё молодела и молодела. Я так себя чувствовала в жизни. Ну, вот в детстве. Я не могу вам этого объяснить, потому что я была ребёнком. Но мне вот это было, так сказать, очень непонятно. Очень многие какие-то игры детские какие-то. Я не любила играть в куклы, я просто крала детей за двора. Я их утаскивала в квартиру тайком маленьких детей. Мамаши там в песочнице играют, а я сижу в песочнице, смотрю, наблюдаю за ребёнком. Беру его за ручку, идём с ним. Ну, двор замкнутый, никто не боялся. Раз, ребёночка нет. Ну, конечно, все уже потом знали, где искать. Я привожу его домой, и мы там с ним разговариваем, играем, я наблюдаю. За детьми очень любила наблюдать. Меня это завораживало прямо. Мне казалось, что что-то они знают такое, чего не знаю я. Вот, что они знают эту истину. Вы пошли в актрисы. Зачем? Вам чего хотелось? То есть, ну вот девочка живёт в Минске, снялась в кино с Ожёновым, ну, отлично. Но актёрское дело-то вот это тут при чём? Потом был второй фильм, потом был третий фильм. Это всё было в школе, да. В школе потом был восьмой класс фильм у одного и того же режиссёра. Вот он был моим крёстным отцом. Почему-то он вбил себе в голову, что я должна стать актрисой. И он меня в этом убедил очень. При том, что вот парадокс какой-то. Я себя никогда не считала актрисой. Когда я уже училась во ВГИКе, и когда меня спрашивали на улице, какие-то люди там узнавали, вы актриса? Нет-нет-нет, я не актриса. Почему-то я вот сейчас прямо сижу и думаю, странная какая-то история такая. Я мечтала всю жизнь быть актрисой, а став ею, я стала этого стыдиться. Может быть, потому что я всегда думала, что я чего-то не достигла, что я плохая актриса, что я ничего-то не умею. Мне так всё это трудно. Вот кому-то легко, а мне так это всё трудно. Я переживаю, я волнуюсь, я не знаю, что делать. И весь ВГИК я мучилась. Моё поступление – это просто притчевоязыц, я вам скажу. Потому что я была уверена, что я не поступлю. 500 человек на место набирает Бондарчук. В комиссии сидят Санаев, Бондарчук, Скопцева, Баталов, ну, там, звёзды. Что-то я читаю какие-то тексты, и тут же, как скорпион, себя начинаю оценивать, что всё не то, всё не туда. У меня полно веснушек, какие-то прыщи на лице, и я пришла не в том платье, и на каких-то каблуках я не умею ходить. Тогда нужно было прийти на каблуках, чтобы они понимали, что какая-то фигура, может быть, есть. Ну, в общем, это было какое-то мучение. Вот. А со мной поступала девочка одна, Надя Матушкина. Мы как-то с ней познакомились. Это Фроси Бурлакова. Просто вот абсолютно, вот просто копия Фроси Бурлакова по характеру, по энергии этой, и внешне, да. Я понимала, что она просто самородок. Просто самородок. И мы с ней вместе как-то первый тур, второй тур. Я смотрю, мы прошли. Третий тур прошли. Вот. Потом выходит Ирина Константиновна и читает... Скопцева. Да, Скопцева. И читает список тех, кто прошли три тура. Вот этих 16 человек. 16 человек. И читает мою фамилию, а Матушкиной нет. Угу. И уходит. Я говорю, Надька, как? Я не понимаю. Угу. Как? Тебя нет? Она прям так раскраснелась. Я говорю, ты же, ты же... Ты как это нет? Я говорю, так быть не может. Надь, ты что? И что я делаю? Я иду, в аудиторию захожу. Я говорю, я вас умоляю. Это так... Это так не должно быть. Угу. Что-то я разомновалась, блин. Я говорю, она... Талант. Она гений. Я говорю, я ей отдаю свое место. Не надо мне ничего. Вот вы даете. Я не буду поступать. Берите ее. Нельзя. Вы понимаете, что это гений просто, это самородок. Говорю я. У меня вдруг появилась такая смелость. Угу. Напор. Напор. Да, да, да. Напор такой. А если у меня вот... Если я в чем-то уверена, то, по-моему, стена может рухнуть. Угу. Они сидят и вообще не понимают, что происходит. Что происходит. Да, да, да. Я бы тоже не понимала. Я так вышла, сказала вот эту вот речь и ушла. И выхожу из аудитории. И Настя так стоит. А там, ну, как-то вот разошлись. И мы с ней стоим, как в каком-то, как в каком-то оцепенении в таком. Выходит Ирина Константиновна Скопцын и говорит, матушкина, сдавай экзамены. В смысле, общеобразовательные. То есть, да, 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 да. Принимаю. Да, 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 да. Ну вот. Экзамены я сдавала ужасно, потому что я на вопрос, по какому предмету, сейчас не помню даже, какие, вы знаете, ударные музыкальные инструменты. Я откуда такой вопрос взялся, я не помню. Я сказала, что на пианино. Конечно. Но назовите хотя бы этих самых декабристов, которых повесили. Я начинаю перечисляться. Ну и, конечно, я не могу назвать всех пятерых. Кого-то я забываю совершенно железно. Даже сейчас я вам не смогу их назвать. Пестель, Рылеев, Муравьев, Апостол. Каховский и Бестужев Рюмин. Вот. Я Каховского не могу назвать и Бестужева Рюмина, понимаете? Вот вы писатели, вы знаете. А я актриса. Я думаю, ну вот актера заставить называть вот эти все фамилии, но это несправедливо совершенно. В общем, короче говоря, вот такие были экзамены. Ну, как-то я прошла. Я не блистала совсем в учебе. Ну, не то, что не блистала, но как-то не знала, что мне там делать. Не понимала. А как? А педагоги не объяснили, что там делать? Нет, они объясняли. Но мне кажется, что у меня как-то ничего не получалось. Мне было трудно учиться. Вот честно вам скажу, трудно. И я стала сниматься в кино где-то на каком-то четвертом курсе. С трудом отпускали нас. Это не было принято. Все же с таким соскрипом. Ну, я как-то где-то снималась немножко. А потом мне режиссер один сказал, Александр Муратов такой, разговорка запомни, твой возраст не этот, а твой возраст после сорока. И человеческий, и актерский, и женский. И я почему-то эту фразу так запомнила. И все, что до сорока, у меня прошло в каком-то таком сне. И жизнь, и работа, и когда ее не было, и какие-то мои бесконечные работы в рекламе, я имею в виду в рекламе не телевизионной и радио, в рекламе в каких-то магазинах, я работала в каких-то фармацевтических фирмах. А зачем? Просто что-то заработала? Не было съемок, нет. Я не снималась. Ну, мы же, так сказать, мы сидим, ждем приглашения. Не было съемок. Я не работала в театре никогда. А в театре почему не работала? Я не хотела. Ну, как это так? Актриса не хочет... Вот поэтому я себя не считала актрисой. Раз я не хочу, раз я не борюсь за свою профессию, раз я не горюю от того, что я не снимаюсь, айду работать уборщицей просто в заведении учебное. Работала уборщицей. Значит, я не актриса. Значит, я могу так вот просто сдаться, и все. Я везде применяла свою актерскую сущность. Даже если я убирала пол, мыла пол в учебном заведении. Я разукрашивала швабру, допустим, я разукрашивала деревянную швабру, и давала ей какое-то имя. Говорю, ну что, Анфиса, пошли работать. И мы с Анфисой ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. И я как будто бы... Я думала, ну я, наверное, какая-то сумасшедшая немножечко, потому что я играю свои роли вот вообще везде. А не в кино и не в театре. Ирина, во-первых, прекрасная женщина. У нее красота и внутри, и снаружи. Она очень чуткий человек. То есть у нее такой внутренний слух, она никогда не переигрывает. То есть она не совершает неправдивых движений. Поэтому ее игра очень тонкая. Она очень деликатна, очень предупредительна к товарищам, к партнерам. Но у нее есть при этом такая внутренняя сила, что она приковывает, привораживает и излучает такую внутреннюю энергию, которая притягивает, как магнит. Он был смешной, но, в общем, очень славный. И очень он меня любил. Был Дейфоб совсем ребенком, когда Парис меня привез. Высокий, стройный, голос в ломке краснел. Стеснялся он до слез, меня лишь видел, убегал и прятался все время. Да, Париса чтила, обожала. Но, знаешь, кажется, когда стрелой у страшной филактета сражен был все же старший брат. Поверить хоть и трудно в это, но смерти брата был он рад. Я бы все переделала сейчас. Понимаете, есть возможность переделаться. Это, конечно, очень ценно. Да, конечно. Этот спектакль называется «Фауст и Елена». Кто его придумал? Его придумал Юрий Юрченко. Поэт, актер. Он ее написал очень давно. Лет уже, наверное, 30 назад. Замечательная совершенно пьеса в стихах, как вы поняли. И как-то случайно совершенно я попала туда. Мы когда с Петром Новым и Чемфоменко для этой пьесы перебирали актрис. Известных, народных мы перебирали. Он говорил, ну это, ну она только первого акта, Елена. А до третьего такого диапазона нет. И когда я в отчаянии, уже перебрав десятки с именами, я ночью, в час ночи, Мне кто-то сказал, знаешь, есть такая, я вспомнил, я видел, да красивая, ну внешне, да, Елена. И я в час ночи позвонил незнакомой женщине и говорю, вы знаете, вот у меня, она говорит, когда прийти пьесу взять? Я говорю, можно тебе завтра утром? В 11 утра она была здесь, на самокате приехала, взяла пьесу. На следующий день она пришла, и я начал ей говорить, вот Михаил Казаков, вот Петр Наумович ее собирается взять. Она говорит, вы же зачем, вы мне хотите, что вы продаете пьесу? Не надо, я вас 40 лет сдала. И все, она меня купила, и только она начала читать, я понял, что это точное попадание. Я ей ни слова не сказал, ни разу, как надо, стихи или еще что-то. Это пошло вот так, удача невероятная. Вот, вы невероятная удача. Что вы морчитесь? Вы все время с собой недовольны? Да, есть такое. Но на сцену, несмотря на то, что вы с собой недовольны, на сцену все равно вы выходили. Вы же работали в ансамбле Покровского, правильно я понимаю? Это фантастическое совершенно, со мной случилось счастье просто в жизни. Фантастическая энергия, фантастическое что-то происходящее на сцене в течение достаточного времени, 20 лет, я проработала ансамбль. Ох, ничего себе, 20 лет. Да, это было самое настоящее. Это был звук, это пение, это когда поют несколько человек, и там создается купол чего-то такого другого, и ты как бог творишь сюжет. Там нет выученного текста, нет выученной музыкальной фразы. Ты импровизируешь все время, и ты участвуешь не одна, а с группой людей, и это создается прямо тут, сейчас. Вот тут, сейчас в кино как бы не создастся. На сцене тоже есть рисунок роли, есть мизансцена. Отступить – расстрел. Да, да, да. Актеры не любят, когда партнеры вдруг меняют что-то такое, вдруг импровизируют. Ну ты предупредила бы меня. Ну да. А я не хочу предупреждать. Я хочу, чтобы ты мне отвечал на мой призыв, на мою эту самую, так сказать, эту, как называть, провокацию. Были концерты, правильно я понимаю, да, вот в этом ансамбле? Были какие-то гастроли, да? Да. И вот где вы побывали, на севере? Мы очень много ездили на севере. На севере самое, так сказать, золото, конечно. Там настолько всё это необычный звук. Они поют миксом, миксовое пение. Это головной регистр звучит. Юг России – это там грудь, скажем, да. Это грудное пение. Это всё связано с ландшафтом. В лесу ты звучишь, ты поёшь по одним принципам. А на море, Белое море, север, вот эти морячки уходили, в плавание мужья уплывали, в туманную даль. И когда они не могли вернуться, жёны сидели и пели на берегу определённым образом. Они, знаете, как? Если я сейчас запою, тут лампочки треснут. Хотите? Да. Это не просто так показать, понимаете? Я понимаю, понимаю. Не потому что трудно, потому что это каждый раз ты вступаешь куда-то туда. Сейчас как бы разрешение спросить. На солнечном исходе Мы угри и уйды И вот так сидят. Это я ещё чуть-чуть низко, потому что у меня голос сел с возрастом. Высоко-высоко поют. И вот это вот такое, прям какие-то ведические руны. Абсолютно. И вот это завораживающее такое пение, оно летит на километры по водной глади. Они слышат и плывут, возвращаются к берегу. Вот дело-то. Они ещё импровизируют. Я понимаю, да. А почему вы ушли оттуда? Я родила детей. И это стало сложно физически делать. Дочь ваша, Даша. Обиды никогда не было. Я никогда не говорила, почему. Почему ты мне не сказала, что мой отец. Ну, значит, были на то причины. Когда мы, собственно, познакомились с Андреем Сергеевичем, и когда выяснилось, что он мой родной утец, папа, мы привыкали друг к другу. Мы привыкали друг к другу. Потому что всё-таки много времени прошло. Всё-таки это взрослый человек уже. Я уже там. И как-то узнать, и вообще в эту историю всё поверить было сложновато. То он никогда этого не проверял. Он никогда не делал никаких тестов. И никогда не подвергал это сомнению. Он просто сказал... В первую нашу встречу он сказал, так странно всё. Непонятно. Но поскольку мама ничего не добивалась и ничего не требовала, то это само по себе уже натолкнуло на какие-то мысли. По ходу нашего знакомства постепенно, не сразу. Сначала Андрей Сергеевич я его называла. А потом уже так... Папа... Ну, как-то оно само так возникло. И в какой-то день рождения он меня поздравил, сказал, ты моя дочь. А о Кончаловском, да? Потому что Андрей Сергеевич Кончаловский. Это как получилось? Это судьба. Ну, я понимаю. Она и на печке найдёт. Или за печкой. Ну, она как вас нашла? Вы где-то его увидели? Наверное, он меня увидел. Я-то увидела только Высоцкого, который входил в Дом кино. Я совершенно... Просто у меня чуть... Глаза не выпали, когда я её увидела. Я стояла и ждала, когда кто-нибудь, может быть, мне предложит лишний билетик. Я, честно говоря, не заметила Андрея Сергеевича. Честно вам скажу. А он сказал, что я стояла и прятала нос. Я была рыжая. Ему нравятся рыжие женщины, наверное. Нравились. И он меня, наверное, увидел. Позвонил мне через Александра Панкратова. Наверное, он сам как-то стеснялся звонить. Может быть, побоялся напугать мне. Ну, вот через Саша Панкратова меня пригласил на встречу в ресторан. Здесь сидели и сидели одни мужики. А я пришла в этот ресторан. И помню, мне ещё было как-то нечего надеть. И я думаю, господи, как, знаете, как в этой сказке. Быстро-быстро что-то связало какое-то. У меня была такая кофточка такая, какая-то с протёртыми рукавами. И я быстренько крючком взяла, связала такой этот самый... Манжетик. Манжетик. Потом думала, что у меня здесь манжетик, а здесь нет. А здесь длиннее будет. Думаю, обрезать. Думаю, боже, ничего не буду обрезать. Пойду так. Пойду так с этой кофточкой. Так у нас завязалась дружба. И родилась Даша, да? Правильно я понимаю? Вы расстались с ним, или он присутствовал в вашей жизни, и в жизни Даши Андреи Сергеевича? Нет, нет, нет. Он знал, что он уедет. И он сказал, что мы скоро расстанемся. А, он там предупредил? Да, да, да. Я говорю, да, да, конечно, я знаю. Я совершенно понимала, что это всё... Я даже, как сказать, я даже не переживала. Он был, так сказать, настолько, ну, каким-то вот небожителем, да, что я даже, ну, конечно, я и Андрей Кончаловский. Спасибо за то, что был вот этот год знакомства. Он меня познакомил со своей мамой. Он познакомил со своими друзьями. Мы куда-то ходили в гости. Было замечательно. Давал мне слушать музыку очень красивую. Много рассказывал. Ну, это была какая-то такая прямо... Какой-то праздник такой. Очень интересный праздник. И, конечно, когда он уехал, ну, как будто бы часть тела стала отсутствовать. Когда вы расстались, и он уехал, а вы решили, что никакой аборт вы делать не будете? Ну, нет. Я понимаю. Или об этом вообще не шла речь? Нет, нет, нет. В смысле, у вас в голове этого вопроса не было? Нет, нет, нет. У меня были, конечно, мысли, потому что было страшно. Еще бы. Было страшно. И непонятно вообще, как, что. Самое страшное не для себя, а для родителей. Мы же, так сказать, боимся всегда. Родители, это ужас. Как сказать? Как сообщить? Родители в Минске. Ну, я, честно говоря, наврала. Я придумала какую-то историю, подумала, что они, наверное, прослезятся там и скажут, «Господи, конечно, хорошо, что мой у меня был какая-то очень сильная любовь, и что мой любимый уехал, эмигрировал в Израиль». Какой-то бред я сочинила. И, конечно, для них это был стресс, это горе, это ужас, потому что, ну как, ни мужа, ни квартиры в Москве одна. Мама приехала, сказала, что поехали в Минск. Все, давай возвращаться. Я говорю, «Мой ты что? Какой Минск?» Так родилась Даша, болела очень сильно. Я весь год практически провела в больнице. Вы тоже. А кто помогал? Да, помогал папа моей второй дочери. Такой мой друг и очень близкий человек, Александр, который появился в моей жизни практически, так сказать, ну, достаточно быстро. Так что было как-то все очень сложно с болезнью, с этими семейными отношениями, с какими-то, с беременностями. Это все так было. Вот я говорю, что все вот это время, оно в каком-то таком, как я сейчас понимаю, в каком-то бессознательном состоянии. Хочу сказать, что самое интересное время, самое драгоценное, начинается после 60. Правда? Серьезно. Все, что до 60, это какая-то такая мясорубка, такое метание, за такие иллюзии, за такие... Черт что. И здесь мисс только там, так сказать, наломала дров. С воспитанием. Не понимала, как, что, я ничего им дать не могу, что я знаю. Я ничего не знаю, только песни петь могу, и все. Давайте послушаем младшую, прекрасную вашу дочь. Всегда ощущалось, что мама, не то чтобы главное, что оно некое совершенство. Как и тогда, так и сейчас, на самом деле, мама никогда не дает каких-то прямых советов. И мама не комментирует, что бы ни приходило у меня. То есть, ей кто-то, может быть, нравится, кто-то не нравится моему окружению. Ты всегда сам решал, мама была рядом. Но в какой-то критический момент он может сказать, знаешь, включи голову. Мама иногда, не то чтобы волк-одиночка, но она, в принципе, очень самостоятельная. Часто ощущение, что ей не очень-то кто-то нужен рядом. Ну, в смысле, в смысле какой-то мужской составляющей. А у них разница в возрасте такая? А, то есть, они прямо по годке, да? По годке, по годке, да. Поэтому было сложно очень. Две девочки, по годке. Это такая... И разная, естественно, да. Очень сложная связь. Одна яркая такая. Память замечательная, все помнят. Это старшая, да? Да, да. Это которая из рода Кончаловки. Из рода Кончаловки. Непонятно что, откуда. У нее такая прямо какая-то потенция очень сильная. И Сашка рядом с ней, как в тени. Да, все. Угу. Даша, это когда сказали, что она дочка Андрея Сергеевича? Когда позвонил Кончаловский, сказал так, в разговор, что происходит. Мне позвонил человек и сказал, что у меня есть дочь, которой 17 лет. Это правда. У меня подкосились ноги, потому что это был первый звонок Кончаловского спустя ну, 17 лет. То есть мы не перезванивались, его не было. Ну, я понимаю. В моей жизни не было. Вообще не было, да, да. Вот. И он сказал, что давай встретимся. И вот мы встретились. Он очень, так сказать, пытался выяснить, знаешь, я, честно говоря, плохо помню, что происходило. Столько было событий в его жизни, естественно. Вся эта эмиграция, заграница, работа. А я стала путаться в показаниях, потому что у меня такое свойство памяти. То, что не надо, я не помню. Ну, как-то я... Да. А какие у нее глаза? Какие волосы? Нет, говорит, у меня никогда не было детей блондинов. Дашка была белая. Я говорю, ну, значит, она не твоя. Нет, нет, говорит, давай продолжай, продолжай рассказывать, что дальше это. Говорит, так, ну, давай я хочу что-то для нее сделать. И для Саши тоже. Он как-то сразу предложил такую какую-то помощь, пока он не конкретизировал, какую. И для Саши тоже, чтобы не было, как бы, такого обиды. Вот это, так сказать, очень было, конечно, сильно и, ну, приятно. Очень так по-мужски, благородно. Ну, вот. И завертелась совсем другая жизнь. У Даши. Прямо на самом деле, да? Угу. 17 лет. Папа. Папа. Кончаловский, фильмы, встречи какие-то с ним. И мы, Сашка, сидим дома, пьем чай одни. А Даша на встрече, на встрече или в гостях у Кончаловского. И потом рассказывает. Ну, что-то расскажет, а что-то нет. Угу. Тяжело, потому что как-то так получается с папами вот такая вот история, да? Как бы всегда женщина, ну, очень часто у нас почему-то, ну, и не только у нас, как-то оказывается одна с детьми. Вот. Так что не хочу обидеть никаких пап. Нет, ну, понятно. Ну, так вот, так жизнь. Наверное, во мне есть какие-то причины. Действительно, Саша права, что, наверное, я какой-то очень такой человек, не могу сказать, что сильный, которому не нужно мужское плечо, но как-то вот так вот пока посиди. Да ладно, я вас уверяю, что если бы оно было, да, и вам не нужно было бы вот называть Анфисой швабру, и с этой шваброй танцевать, ну, то есть вам бы это же было бы не нужно. Человек бы, если бы он был рядом, он бы все бы взял на себя, и вам не пришлось бы это ничего тащить. А это важно, потому что, когда не нужно ничего тащить, освобождается место в голове. Да. Ну, наверное, у каждого действительно какая-то своя стезя. У меня были, так сказать, попытки какой-то семейной жизни, я их называю мой такой семейный опыт, они все были очень замечательные, очень... Я благодарна всем своим любимым мужчинам, я никого не разлюбила, я всех люблю, я со всеми общаюсь периодически, они прекрасны, но, наверное, чего-то, так сказать, мне нужно в этих отношениях что-то другое. Наверное, какая-то доля свободы, доля какой-то творческой сильной энергии, да, какие-то, не знаю, проекты, какие-то события, что-то должно происходить, а то я начинаю засыпать и все. Я понимаю, Я начинаю засыпать. Замечательная она бабушка, она бабушка ровно настолько, насколько ей интересно, она всегда поможет, когда нужно побыть с детьми, внуков родных, как бы сказать, произведенных ее дочерьми, шесть человек, она бабушка вот провоцирующая на движение, нет такого, что типа, вот вы все классно сидите, играете там в компьютер или еще что-то, так, мне скучно, ну давайте что-нибудь на гитаре поиграем где-нибудь, где бубны, где барабаны, давайте вот это. А вас что радует, вот что вам нравится, Ирина, может быть в совершенно примитивном там смысле, я не знаю, чашка кофе, собака, которая по улице пробежала, книжка хорошая, солнечный день. Меня радует, я счастлива безумно, когда мои ученики, первоклассники, которые садятся за швейную машинку и в страхе, вообще не понимает, чего куда нажать и как подоткнуть сюда, что такое лапка и как ее поднять, и через 20 минут он уже шьет, строчит, делает какой-то ровный шов и говорит, бабу-то, у меня получилось, вот это для меня такое счастье, понимаете. А чему вы учите? Я ничему не учу, я даю им возможность, я даю им возможность делать то, что они не могут делать дома, например. И то, что они не могут делать в школе. А у меня в мастерской, в моем кабинете, они могут делать, они могут шить на машинке, они могут забивать гвозди или взять иголку странную какую-то и понять, что это валяние. Что такое валяние, бабу-то? Я говорю, валяние-то, когда ты не дурака валяешь, а когда ты валяешь вот эту шерсть, вот так вот. Я не умею, говорю, это делать. Давай будем вместе. Ну вот это вот такой формат занятий. Они туда приходят, они могут делать то, что хотят вообще. Абсолютно совершенно. То, что хотят. Забивайте гвозди в пластилин. Отличное занятие. И самый страшный вопрос, а зачем ты это делаешь, это просто ты считаешь, что тебе минус 100 баллов. Да, ты пропал. Как в предогонье, да? Когда ребенок сразу пугается, ой, я что-то сделал не так, да? Вот я хочу, чтобы этого не было у детей. Чтобы он сказал, а я, а я, бабу-то, у меня есть, я там бабу-то, у меня там есть кличка. А почему бабу-то? Ну, так получилось. Меня звал так внук, он не мог выговорить бабуля, и он сказал, бабу-то, мне так это понравилось. А потом я нашла где-то в каких-то книжках, что это старая какая-то женщина, идущая за детьми. Я так четко. Я иду за детьми. Не они идут за мной, я иду за ними. Я работаю в школе, на самом деле. Это моя главная работа. Я актриса там. Я там себя реализовываю, как актриса. Понятно. Спасибо вам большое. Ирина, я желаю вам от души, чтобы вот бабу-то всегда шла за детьми, и чтобы вот эта ваша актерская природа, которая теперь таким образом реализуется, да, ну, не только в фильмах, но вот и в школе, чтобы она в вашей голове произвела бы немножко, небольшую революцию, именно актерская природа, чтобы вы стали, ну, как-то чуть больше собой довольны. Я думаю, что годам к 80-ти все будет в порядке. Наверное, да. Наверное, там будет уже все хорошо. Все хорошо. Спасибо вам большое. Ирина Бразговка в разговоре со мной обмолвилась, что не считает себя актрисой. А я считаю, что ее вообще нельзя определять какой-то профессиональной принадлежностью. Потому что Ирина – это природное явление. Такое же, как дождь, ветер, морской прилив, весенние заморские или звездопад. Редактор субтитров А.Семкин